Всем огромный привет! Сегодня будет влог. Такая сборная солянка за месяц. Кому интересно, смотрите. Всем привет! Сегодня 13 января и мы сегодня решили убрать елку. И с нее наглухо осыпаются иголки. И мне кажется, что когда мы ее будем выносить, точнее я вообще не представляю, но иголки все опадут. Потому что пока мы снимали игрушки, смотрите, уже ветки голые. У нас тут еще вот маленькая искусственная елочка. С ней вообще проблем никаких. Никаких. И Олеся даже не видела, что и Дед Мороз туда принес, положил в сапожок конфетку. Дай. Ты что, уже не видела? Обнаружили мы только это сегодня. Олеся уже эту елку наряжала раз 10. Иголок, конечно, просто куча. Я вообще пока не представляю, как мы ее понесем. Иголки осыпаются прям вот все, смотрите. Вот мы уже почти все сняли. Вот эти всякие кружки. А стул я на него залаживаю и снимаю игрушки. Время 9 часов вечера. Короче, готовлю борщ с фрикадельками. Потому что потом времени делают нет, а завтра мы придем голодные, надо с работы уже что-то кушать. Поэтому готовлю вечером. Можно сказать, в ночь. Опускаем фрикадельки в воду. Сегодня я решила сделать с зажаркой морковь, лук. Сейчас томатную пасту добавлю. В принципе, так быстро варится этот супчик. Ну, точнее, это щи или борщ. Короче, не знаю, как он называется. Но он с капустой будет, видимо. Это щи. Доброе утро. Сейчас 6 часов. Я решила сделать по-быстренькому ленивые голубцы. У меня фарш размороженный. Я здесь обжариваю лук с морковкой. Короче, сейчас я все закину в мультиварку. Поставлю на полтора часа и пойду на работу. А вечером мы придем, будет готовый ужин. Вот, пока так. Этот рецепт ленивых голубцов у меня есть на канале. Переходите по ссылочке. Я оставлю в уголке где-нибудь на экране и внизу под роликом. Очень быстро, вкусным образом я сейчас все это закрываю и оставляю на полтора часа. Смотрите, какой тушок хороший. Олесе очень захотелось такого цыпленка. Покажи. Тут у него была лапка поранена, да? Мы пришили ему лапку. У меня осталось здесь немного томатной пасты. Я ее сейчас переложу в пластиковый стаканчик и заморожу, чтобы она не пропала и не заплесневела. Я просто знаю, что я ей не буду пользоваться. В течение двух недель, а потом я ее лучше разморожу, будет свеженькая. Вообще, капец. Быстренько. А вообще, сегодня старый Новый год. Сейчас я Олесю отвезу на танцы, и потом мы едем к моей сестре тусоваться. У нас там сегодня будет праздник. На завтрак у нас сегодня вот такая вот творожная запеканка. На завтрак овсяная кашка с бананом и с добавлением меда. И бутерброд хлебец отрубной, намазанный сливочным маслом. И сверху полила клубничным вареньем. На завтрак гречка с молоком. Сначала гречку отвариваю, а потом уже добавляю молоко. Олесю, садись. Всем большой привет. Сегодня пятница. Вот пришла с работы вот таким голосом. Было очень много планов на выходные. Хотела много заснять видео. Но теперь все отменяется. Так что вот, будем болеть и выходные. Блин, я больше всего в жизни не люблю болеть. Это капец. Когда тебе хочется что-то делать, а ты не можешь чисто физически. И с таким голосом ничего не получится. Все выходные просидели дома. Но у меня вот сегодня немножко голос появился. А то вообще не было. Три дня хрипела, ходила. Постирала вот пуховик. Кстати, вот напишите. Вы часто вообще стираете такие вещи? Мы тут с Олеси перебираем шкафы и на продажу выставляем различные вещи на Авито. Хочу расхламляться. Девчонки, смотрите, что мне подарили. Такая счастливая. Я очень давно хотела попробовать эту косметику. Решек. Кто в курсе, она постоянно мелькает в Инстаграме. Мне безумно ее хотелось попробовать. И вот, ура. Это масло для тела. Это масло для волос. И здесь кофейный скраб шоколад. Все пришло вот в таких стильных черных коробочках. И, конечно же, когда я попробую, опробую, расскажу вам свое обязательно в печи. Это очень недавно из магазина. Хочу показать вам небольшую закупку продуктов на 1000 рублей. Мне очень захотелось красного витаминового компота. Купили смородину. И здесь получилось 500 грамм на 50 рублей. И вот такая замороженная вишня без косточек. Она 300 грамм за 50 рублей. Пятый сезон. Молоко было по акции. Вот это за 37 рублей. Волжские просторы. 2,5%. Здесь у меня 3 творога. И первый раз я покупаю вот такой творог анютина. Здесь у меня 2 пачки. Один стоил 35 рублей. Это очень удивительно. Но посмотрим, как на вкус. Даже пока не знаю. Обычно я покупаю вот такой вкусный день творог. Мне вот этот очень даже нравится. Купили вот такую большую курицу. Здесь 2 килограмма 165 грамм. И вышла она, по-моему, на 240 рублей. Но в чеке будете подробнее. Так, для баловства мы купили вот такие блинчики с мясом. Кстати, совсем они недорого стоили. Здесь 6 штук. По-моему, 45 рублей. Около того. И, кстати, да, я сейчас пытаюсь худеть. Поэтому здесь продукты не только для меня, а для всей семьи. Я думаю, вы поняли. Вот такие пряники для мужа. Ну, вообще пряники любят, а я не очень, если честно. Такие печеньки обычные. Кофе. И, кстати, очень часто покупаем в гипермаркете магнит. Вот такой большой батон провансаль. Он здесь с начинкой за 35 рублей. Далее вот такой соус кетчуп типа кухмастер. Татарский, натуральный, без консервантов и красителей. Ну, я точно не знаю. Потому что я такой не очень люблю. А вот муж меня очень любит. Часто такой покупает. Гречка закончилась. Мы купили. По-моему, 60 рублей стоила. И здесь 800 грамм. Далее вот такой вот чудо-йогурт. Совсем небольшой кусочек сыра взяли. Я взяла колбасу. Может быть, сделаю оливье. Вообще, очень люблю вот эту колбасу. Называется та самая. Это фамильные колбасы. 217 рублей за килограмм. Здесь кусочек вот такой вышел на 75 рублей. Свити. Одна штука. Вот такая булочка изюминка. Олесь очень любит. Себе я купила вот такой хлебец ржаной с утрубями. И здесь совсем немного мы фруктов взяли, которые нам нужны были. Здесь бананы. Игрушка-конференция. Вот такая получилась небольшая закупка продуктов. Всем привет. Пришла я с работы вот недавно. Если честно, так устала. Блог свой, который я хочу в принципе вести и работать. Тут надо выбирать. Нужно расставлять приоритеты. И какая-то отрасль все равно хромает. Хочется уделять всем внимание. И мужу, и ребенку. Та жизнь, которая у меня была до ребенка, когда я работала. Это вообще не сравнится, что сейчас, да. Сегодня я жарю картошку на сале. Я, если честно, 100 лет уже это блюдо такое не жарю. Вообще картошку жареную саму по себе очень люблю. А это еще и на сале. Вообще, мне кажется, получится очень вкусно. И я чуть-чуть попробую, но совсем чуть-чуть. Сейчас опять будут писать, что это вредная еда, это гадость и все такое прочее. Но знаете, мы любим такое. Хотела с вами поболтать насчет YouTube. Дело в том, что я хочу снимать именно какие-то полезные, интересные видео. А влоги я снимать. Я и смотреть их не люблю, и снимать особо не люблю. Мне хочется чего-то интересного. Что-то вот, каких-то дельных, полезных советов. Потому что многие советовали мне снимать влоги, но не тянет меня к ним. Вот, ну, снимать хочется. И чтобы снять какое-то интересное, полезное видео, конечно, к нему надо подготовиться, написать сценарий. Понимаете, видеоблогерство, ты сам себе режиссер, сценарист, видеоредактор. Сейчас я вам покажу кое-что интимное. Это мне пришлось на Алиэкспресс. Я долго хохотала, потому что, мне кажется, это подойдет на мизерную девочку. Наверное, лет 16. У которой первый максимум размер груди. На фотографии, на Алиэкспрессе это все выглядело очень эротично и сексуально. Не знаю, что мне теперь с этим делать. Может быть, выставлю на продажу на Авито. Всем привет! Сегодня 2 февраля. Олеська разболелась мне так сильно. Вчера были на дне рождения и позавчера. То есть были, да, у нас два подряд дня рождения как раз. У нас получается так, кто нет-нет, никаких детских дней рождения, то мы болели, да. И в этот раз, наконец, нам удалось вырваться. И получилось так, что даже не знаю как, там вроде все были здоровые, но она умудрилась разболеться. И вот сегодня у нее сопли текут из носа. Сильный кашель уже такой, прям аж с мокротой. Вот мы сидим дома. И, короче, сегодня бездельничаем, отдыхаем. Очень многие меня просили заснять влог. Вот, если честно, прям у меня неохота у меня их снимать. Сильно для тех, кто очень ждал влог. Как раз сегодня буду снимать. И получилось так, что я болела 2 недели, потом я так немножко выздоровела, вроде все наладилось. У меня голоса вообще вначале не было. И потом спустя еще некоторое время Олеська заболевает. Так что же я хотела еще рассказать, еще поболтать. Че, у тебя сопли опять? Иди скорее сюда. Какой-то же это котик, да? Кой. Будь здорова. Мы каждые 3 минуты усмаркиваемся. Это просто какой-то кошмар. Я уже супросин дала, может быть, я думаю, это уже на другое лекарство аллергии. Короче, одни-то бледки лечат, другие калечат. Не пойму, как прям чихают очень часто. Еще? Будь здоровой. А иногда бывает чихнет, и прям все это на пол размазюкивается. Я сейчас пытаюсь вообще поменьше времени сидеть в интернете, в телефоне и во всяких гаджетах. Пытаюсь побольше времени уделять своим родным и реально важным делам. Ай, больно. А еще я говорила, да, что у меня цели на этот год побольше читать книг. Надо найти все-таки время, прям заставить себя и почитать. Я сейчас читаю вот такую книгу, Робин Шарм «Уроки семейной мудрости» от монаха, который продал свой Феррари. Мне эта книга уже очень понравилась. Она легко читается, и в ней реально очень много мотивирующих, вдохновляющих цитат. То есть эта книга, знаете, обязательно нужно ее прочесть тем, у кого какой-то упадок сил, что ли. То есть реально книжка мотивирует. Я себе поставила такую цель хотя бы читать по 50 страниц в день. Ну и также мы сейчас смотрим сериалы. Вот тут я иногда разрываюсь. Мне сериал хочется посмотреть и книжку почитать, и помонтировать. И, короче, дел на самом деле очень много. Меня, кстати, спрашивали, играю я в какие-то компьютерные игры. Если честно, то нет. Я считаю, что играть в компьютерные игры, это попросту убивать свое драгоценное время в пустую. Вот муж начал смотреть у меня сериал «Викинги». И, знаете, я так, когда монтировала видео по вечерам, там смотрела немножко, и мне даже как-то понравился он. Хотя он говорит, что это такой, типа, мужской сериал, ему там кто-то посоветовал посмотреть. И в чем-то он мне показался похожим на «Игру престолов», потому что там некоторые моменты прямо схожи. Но фильм, кстати, тоже очень такой кровожадный, кровавый, очень жестокий. Еще перед Новым годом я заказывала вот такую фотокнигу. Я уже очень давно хотела такую. Предложили в подарок мне такую книгу. Конечно же, я с удовольствием согласилась. К тому же там сайт понятный, все очень легко. Быстро накидал фотки, и они-то быстро в нее отправили. Эта фотокнига создана вручную. И она квадратная, 22 сантиметра. Внутри может быть от 20 до 120 страниц. У меня эта книга на 20 страниц, то есть 10 листов. Здесь такая плотная глянцевая бумага. Ее очень приятно держать в руках. Вообще изготавливают ее быстро всего. По-моему, мне вот сделали за 3 дня. На сайте можно выбрать цвет обложки. Сама обложка очень твердая, очень качественная. И такая, видите, в таком оригинальном дизайне. Также там на сайте у них уже есть такой редактор. Туда можно скопировать фотографии и сделать фотоколлаж, который вы там захотите. Я вам даю сейчас промокод. Это слово флешка. И этот промокод дает скидку вам 200 рублей. Действует эта скидка до 20 февраля. Вообще у меня Олеська обожает смотреть фотки, рассматривать долго. Она вообще очень любит листать фотоальбом. Так что, конечно, она была в восторге. Эта фотокнига, кстати, была очень хорошо упакована в такую картонную коробку. Здесь вот такая пупорчатая пленка защитная. И также к ней еще имеется вот такая вот упаковочная красивая бумага с ленточкой. На тот случай, если вы, допустим, ее будете дарить кому-то. Еще хотела вам рассказать про сериал, который мы недавно пересмотрели все серии. Это сериал «Черное зеркало». Британский фантастический сериал. Для тех, кто любит фантастику, советую посмотреть. И там серии между собой никак не связаны ни сюжетом, ни актерами. Одна серия длится 40-50 минут. И меня этот фильм реально зацепил своей уникальностью. То есть каждая серия – это отдельный мини-фильм. Цикл мини-фильмов этих повествует нам о том, как влияют СМИ, различные социальные сети, высокие технологии, интернет. Как это все влияет на жизнь людей различного социального сословия. Сериал такой очень открытый, очень непредсказуемый. И мне реально становится страшно от мысли о той, неужели это нас все уже ждет в ближайшем будущем. Вот буквально наши дети, они могут быть уже похожими на тех, вот как там было это все зарисовано. Я просто сейчас вижу современных детей. И в основном, ну, короче, очень многие сидят в этих гаджетах, ведут малоподвижный образ жизни. Вместо того, чтобы пойти погулять, либо сходить в гости, они общаются по телефону. И на самом деле все это очень печально. Мы всю ночь не спали, мучились. Алиска у меня очень сильно заболела. У нее такой очень сильный кашель, аж до рвоты. Ночью просыпалась каждые полчаса. Мы, конечно, жутко не выспались. И вот сейчас время уже 2 часа. Она в 10 уснула и пока что спит. Наципается. У нее температура еще 39. Я уже дала ей таблетку. Я ночью дала. У нее была температура 39,5. Было на самом деле очень страшно. Вот. Ну и есть еще небольшая, маленькая новость. Она, в принципе, хорошая. Я уже говорила вам о том, что мой вот этот фотоаппарат ломался. Мы его отдавали в ремонт. И там сказали, что в течение 45 дней они починят. Вот они 45 дней прошло. И как раз в срок мы им по звонению сказали, что да, мы отремонтировали недавно. Можете забирать. В итоге вот вчера забрали. Я на него сейчас уже снимаю. Ну и что вы думаете? В принципе, он работает. Но такое ощущение у меня складывается, что они его покоцали. И экранчик здесь вот покорябанный. Я сейчас смотрю. Я прям вижу какие-то блики непонятные, которых раньше у меня не было. Я думаю, что делать. Потому что сейчас, если покупать вот эту фотокамеру, то она будет стоить очень дорого. Потому что тогда по хорошей акции она была. Короче, вот время 2 часа. Мы ждем сейчас врача. Олеська очень плохо. Она бедная лежит вся. Вообще никакая. Ночью она не могла спать из-за того, что у нее очень сильно забит нос. Она не может дышать. Потом такой, знаете, кашель с мокротой. Только она отхаркиваться не умеет. Из-за этого она начинает плакать, задыхаться. Мне кажется, это бронхит. Наверное, нам все-таки назначат антибиотики. Мы посмотрим, что врач скажет. Короче, бедный ребенок у меня разболелся. Самое ужасное – это смотреть на мучения ребенка. И, кстати, помню, самый сложный этап был у меня в материнстве. Это когда Олеська была еще новорожденной. И вот когда она первый раз у меня заболела, у меня был тогда реально кипиш и паника. Потому что я не знала, чем помочь, что делать. И у меня не было никакого опыта. С опытом, конечно, уже все приходит. Ты уже знаешь, какие лекарства нужно давать. Но я вот хочу, чтобы врач посмотрел горло хорошенько и хорошенько ее послушал. Потому что, мне кажется, прям как бы не пневмония у нас опять. Опять уколы, если назначат. Это будет ужасно. И, кстати, знаете, сейчас расходится мнение. Кто-то говорит, одна сторона, что есть хорошие антибиотики уже в таблетках и не надо мучиться. А кто-то говорит, что все равно уколы – это самая нужная вещь и быстродействующая. Например, мама, свекровь, говорят, что лучше уколы. Напишите, пожалуйста, как вы лечите своих детей, если вам назначают антибиотик. Нужны ли уколы или можно обойтись таблетками. Вот, специально для Олесеньки разморозила клубнику. Давай покушаем, котенок мой. Ну давай, ты мой хороший. Компот вот сварила. Здесь вишня со смородиной. Молочка ей даю с медом. Ты мой хороший. Мне тут уже раздражение на носике, потому что каждые 3 минуты мы сморкаем. Олеса меня и так плохо кушает, а когда болеет, еще хуже, понятное дело. Я в нее особо ничего не стараюсь запихнуть, но хочется хотя бы, чтобы немножко фруктов, там, ягод покушала. Каких-нибудь витаминчиков. Больной влог получился. И знаете, что удивительно? Я недавно же болела, Олесе не заразилась. Я думала, ну все, если я болею, обычно я она. Если она болеет, обычно я заражаюсь. В этот раз как-то все у нас по-другому. Сначала я проболела 2 недели, теперь Олеська болеет. Давайте я вам сейчас покажу, чем мы лечимся. Потом врач придет, скажу, чего нам назначили. Ну какие у тебя симптомы болезни, Олесе? Голос пропадает. Горло болит? Глотать больно? Нет? Сопли ручьем текут. Голова болит? Да? Голова болит? Ну это когда температура, у нее всегда голова очень сильно болит. Я ей сразу даю обезболивающее. Потому что когда у нее температура выше 38,5, она лежит вообще без чувств, бедненькая. И вот наша выставка лекарств здесь. Ну это еще далеко не все. У нас три коробки на самом деле еще. Здесь еще то, что я пила. Вот это Джо Сет. Это новое какое-то лекарство. Маме выписывали. Я от Харкева еще пила этот сиропчик. А Олесе я даю оскорил. У нас в принципе он уже кончился. Но тут его немного оставалось. Также я Олесе даю еще и респал. Таблетки я, так как у меня очень сильно болело горло, и у меня пропадал голос, я пила, точнее рассасывала таблетки стрепсил, спектусин, лизобакт. В принципе хорошо, знаете, помогает. Особенно когда сильно першит в горле. Обязательно вот такие таблетки. Потом вот от температуры, ну, рафин в холодильнике стоит, и вот такой еще и бупрофен. В нос Олесе на ночь капаю виброцил. Аквалором промываю. В горло я брызгаю Тантум Верде, Мирамистин. А, кстати, когда я болела, я пила еще вот эта пачка закончилась. Там три таблетки осталось. Каделак, бронхо. Комбинированный препарат для лечения кашля. И знаете, я хотела еще у вас узнать, помогают ли вам всякие ферроны. Там всякие гемферроны, виферроны, аноферроны. Мы сколько раз пробовали их пить. Нам вообще не помогают никак. Поэтому я в них разочаровалась и уже не покупаю даже. Вот эти все противовирусные препараты. Напишите, верите. Вы в них помогают ли они вам. Вот. Я эффекта вообще от них не вижу. Также мы много раз пили иммуностимулирующие препараты. Я не заметила никаких результатов. Врача мы дождались. Ура! Она только что ушла. Пришла она в 4 часа. И давайте я вам скажу, что нам выписала. Любой врач, который к нам приходит. Это, кстати, новенькая была. Первый раз ее видела. Все нам все равно вот эти ферроны выписывают. То виферрон. В этот раз это врач нам выписал циклоферрон. Потом, что нам еще выписали? АЦЦ. АЦЦ я, конечно, думаю, что обязательно нужно. Потому что это от кашля. Она сказала, если будет еще температура держаться, к примеру, завтра весь день и послезавтра, то уже нужен будет антибиотик. Это аугментин. И еще от аллергии, либо супрастин, либо кетотифен. Я всегда жду от врача, что он мне сейчас все объяснит, все расскажет, пояснит. И в итоге она сама в сомнениях вся. Ну, потому что у нас как в России? Чтобы понять, есть ли воспалительный процесс, нужно сдавать кровь. И только потом уже по анализу, да, можно судить, нужны антибиотики или нет. У нас же все как попало делается. Все по-неправильному. Знаете, я сейчас рылась в интернете и нашла очень интересную статью доктора Комаровского. В принципе, этому доктору я доверяю почти на все 100%. Потому что он говорит реально полезные и дельные вещи. Ну, бывает, с чем-то я с ним не согласна. Но по большей части он умный. И он реально говорит полезные именно для родителей. Итак, тут вот грипп и ОРВИ простейшая инструкция. Люди, внимание! Запомните самое главное. Тактика ваших действий совершенно не зависит от того, как называется вирус. Грипп, вирус, какой там грипп сезонный, свиной, птичий. Это не важно. Важно лишь то, что это вирус. Что он передается воздушно-капельным путем. И что он поражает органы дыхания. Сейчас у нас вообще в Саратове карантин на 2 недели. Школа закрыта. И мы на занятия сейчас не ходим. Знаете, кто хочет послушать, я вам могу сейчас все это прочитать. Но я вам оставлю внизу ссылку на эту статью. Она реально очень классная. И уже вы сами сделаете для себя выводы. Но я думаю, это должен знать каждый родитель. Если вы или ваш ребенок встретитесь с вирусом, и у вас нет в крови защитных антител, то вы заболеете. Антитела появятся в одном из двух случаев. Либо вы переболеете, либо вы привьетесь. Мне очень нравится, что он пишет, никаких лекарств и народных средств с доказанной профилактической эффективностью не существует. То есть, никакой лук, никакой чеснок, никакая горилка, никакие глотаемые вами в дитя таблетки не способны защитить ни от какого-либо вируса вообще. Все, зачем вы убиваетесь в аптеках, все эти якобы противовирусные средства, иммуностимуляторы, это лекарства с недоказанной эффективностью. Основная польза всех этих лекарств это психотерапия. Самое главное это воздух. Вирусные частицы часами сохраняют свою активность в сухом, теплом и неподвижном воздухе, но почти мгновенно разрушаются в воздухе прохладным, влажным и движущимся. Гулять можно сколько угодно. Конечно, если нет температуры. Оптимальные параметры воздуха в помещении это температура около 20 градусов и влажность 50-70%. У нас, к сожалению, дома 25 градусов и очень сухой воздух от батарей. Примерно, наверное, 30%. Любая система отопления сушит воздух. Мойте пол почаще. Включайте увлажнители воздуха. Если надумали бороться с высокой температурой, только парацетамол или ибупрофен. Главная беда в том, что тепло одеть, улажнить, проветрить, не пихать еду и напоить, это по-нашески называется не лечить. А лечить это послать папу в аптеку. При поражении верхних дыхательных путей, нос, горло, горта, никакие отхаркивающие средства не нужны. Они только усилят кашель. Ё-моё! Вот это, кстати, я не знала для меня открытие, потому что навсегда отхаркивающие средства назначают, когда кашель влажный. Лекарства, угнетающие кашель, нельзя категорически. Вирусные инфекции не лечатся антибиотиками. Это я знаю. Антибиотики не уменьшают, а увеличивают риск осложнений. Гомеопатия – это не лечение травами, а лечение заряженной водой. Безопасно. Психотерапия. Короче, очень интересная статья. Я ссылку обязательно оставлю внизу под видео. И знаете, конечно, очень жалко, что у нас в школе вот всему, чему туда мы учились, учились. А вот самым банальным вещам, да, как лечить себя, как лечить ребёнка, как отличить ОРВИ от другой болезни, вот этому нас не учили, к сожалению. На своём опыте, на своих ошибках мы учимся сами. Меня, знаете, всё-таки удивляет, почему же тогда наши врачи, да, вот сегодня у нас врач была, почему нам эти простые истины, они не говорят. Я вот этого понять не могу, почему они всегда выписывают огромный список вот такой лекарств, которые можно сейчас вот пойти в аптекинку, но здесь точно на 2000 рублей выйдет вот этот списочек. Наши обычные врачи нас всегда хотят запичкать лекарствами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok